Работает. 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 Как правило, вы решили быть успешным? что у тебя, наверное, неплохо, но это вы спросите у него. А так, в принципе, игрой, будем так говорить, относительно доволен. Почему? Потому что, опять-таки, у нас команда 50% состоит из 9-20-летних, поэтому им нужно научиться противостоять на суперлиге. Вдобавка, всем нашим опытным игрокам нужно из высшей лиги перейти в суперлигу. Ну и, естественно, еще найти общий язык с американцами, которые у нас всего лишь 5 дней, поэтому мы еще как бы в процессе такого становления команды. Как вы нашли этих ребят? Мы не нашли, сейчас очень достаточно просто, достаточно агентов. Одного из них помогли нам черкасские мапы. Майкл был у них на просмотре 3 дня или 4 дня, а потом они нам предложили смену. Учитывая наш тип игры, скорость, быстроту, подвижность, поэтому они предложили Майкла к нам. А столик привел нам наш воспитанник Леша Печеров. Он договорился с Агентом и, в принципе, эти двое ребят, как они довольны, недовольны-то они, скажем, по крайней мере, потому что мы видим, вроде бы, пока Миссию достаточно неплохо складывается. Майкл, что ты думаешь о том, что ты думаешь? Я думал, что я не играл в течение двух лет. Я был, в начале, еще пытался понять, как играть, и я был очень слегка, и я хотел бы улучшить. Я думал, что в моем первом игре, что я чувствовал, что играть с командой, и я был очень рад и счастливым. Долго не мог понять, как ему нужно играть в защите, он был медленнее, чем он может быть на заслонах, и постараться исправить эти ошибки в будущем. Майкл, вы сможете потянуть своего напарника, чтобы он играл на таком же уровне? Большинство очков, которые забил Майкл, были сделаны благодаря подбору на счете Джареда. И поэтому Джаред очень ценный игрок в защите на подборе, и благодаря ему Майклу забивал сегодня. Вопрос еще, Майкл, почему вы решили играть в Украине, и как вам Украина? Почему я решила играть в Украине, и как вам нравится быть в Украине? Особенно в присутствии тренера это сказать будет очень интересно. Я думаю, что это очень хорошая лига. Я вернулся к тому, что это было несколько лет назад, и я хотел, чтобы играть в такой хорошей лиге, и начать свою карьеру здесь. И так далее, я люблю эту город. Это огромная город, я люблю быть из Лос-Анджелеса, я люблю приехать в другую большую городу, и много молодых людей. Я чувствую, что здесь очень комфортно. И команда очень помогает мне, что мне очень комфортно. Мне очень нравится этот город, приятно видеть такой же большой город после Лос-Анджелеса. Он считает, что Суперлига это сильная лига, в которой ему приходилось играть. И он очень рад тому, что команда помогает ему чувствовать себя комфортно здесь. И он уже успел полюбить этот город. Вы обустроились в Харико, и планируете ли изучать русский язык? Вы хотите научиться изучать русский язык? Я пытаюсь научиться изучать немного. Это очень отличное от английского языка. Для меня, я научил несколько слов, здесь и здесь. Может быть, я могу сказать их после того, когда мы закончили. Я знаю 3-4 слова. И каждый день, я пытаюсь научить что-то новое. Поэтому, я бы хотел, чтобы, в конце концов, понимать и просто общаться. Он сказал, что английский язык очень сильно отличается от русского. И мы уже успели научить его нескольким словом. Базовым, так скажем. Ну и в дальнейшем, конечно, ему необходимо будет знать язык. И сказал, что... Майк знает, что такое кушать. Живу еще хорошо. Очень приятно, что, честно говоря, Майк что жарит. Достаточно комфортные ребята. И очень с ними комфортно и очень приятно с ними находить общий язык. Они достаточно такие, ну, будем сказать, идут на контакт. И с ними очень приятно сотрудничать, честно. Всё, спасибо. До свидания. Спасибо.